Мы находимся в гостях у жилищно-строительного кооператива города Одессы «Моряк». Мы пришли для того, чтобы задать ряд вопросов о начале энергомодернизации их домов. Что стало побудительной причиной для энергомодернизации ваших домов? Ну, начнем с того, что мы, ЖСК «Моряк» – это пять домов нашего кооператива и достаточно высокая стоимость в отопительный сезон отопления, поэтому это было первой причиной для того, чтобы заняться каким-то там энергосбережением. Мы обратились в Ассоциацию «Одесский жилищный союз», потому что мы являемся его членами, за помощью. За разъяснением. И в итоге к нам были направлены специалисты, которые обследовали наши дома, сделали заключение по поводу того, что мы можем сделать в наших домах, каким образом мы можем утеплить, то есть это утепление стен или же ИТП в подвале. И по рекомендации, по выводу того, что было сделано, нам порекомендовали установить в наших подвалах ИТП. Когда восстановили тепловой узел, уже стало теплее и меньше затрат денег платится. Что я могу добавить, как человек, который обслуживает эти дома на протяжении 16 лет. Я с сантехником здесь работаю. Значит, до замены теплового узла многие жильцы жаловались на плохое качество обратки. После замены теплового узла и изоляции труб в подвале, температура на обратке увеличилась на 5 градусов. То есть довольно-таки хороший показатель. Ну и жалобы в этом году, после установки этого, жалоб не было. Вы планируете использовать ваши подвалы в случае, если возобновится обстрел города Одессы? Будете вы их использовать? И что для этого нужно было сделать? Ну, мы планировали это изначально, но для того, чтобы можно было находиться в подвале, то есть использовать его как убежище, то есть нужно было привести подвал в соответствующие санитарные нормы. То есть это должна быть, была произведена какая-то минимальная или максимальная уборка. И должны быть обязательно были утеплены, заизолированы все трубы, что и было сделано для того, чтобы температура в подвале соответствовала тому, чтобы люди могли находиться там. До утепления труб в подвале было очень жарко, то есть находиться там было сложно. Там было душно и действительно было жарко. Сейчас после утепления там температура позволяет находиться людям, то есть при необходимости мы можем туда спуститься. Плюс в подвале у нас установлен щит, пожарный щит. Точки для забора воды, то есть ведро можно набрать, построили там по поводу процесса, отхожее место, то есть санузел в процессе. По вашим оцентам, на какую общую сумму от Хабитат, по проекту Хабитат для одесситов ваш кооператив получил материальную поддержку? Материальная поддержка была очень существенная. Мы участвовали только небольшим количеством своих денег, потому что дома уже старые, большинство людей, пенсионеров проживающих. Это было очень сложно. И без этой поддержки мы бы не смогли сами самостоятельно все это воплотить в жизнь. Поэтому по предварительным подсчетам, примерным, это где-то 650 тысяч, которые были выделены нашему кооперативу, даже не кооперативу, скажем так, кооперативу в виде двух домов. Остальные три дома, которые входят в состав ЖСК «Моряк», тоже бы хотели бы получить такие же блага. То есть, естественное утепление теплотрассы, конечно же, ЭТП, которое бы привело к тому, чтобы меньше платить нашим жильцам. И еще хочу добавить в завершение, что нам была выделена помощь еще в виде гигиенических наборов, средств гигиены, что тоже является большим подспорьем для малоимущих семей, для пенсионеров, и за что мы очень благодарны организации «Хабитат» и, естественно, в лице Жилсоюза, который все это нам помог организовать и всю эту программу воплотил в жизнь.